Приветствую вас, мои любимые и хорошие подписчики. Hey you! Представляю вашему вниманию карту The Lost Islands. Это следующее официальное дополнение в игре Ark Survival Evolved. Оно было доступно в мастерской ранее, то есть сделалось оно обыкновенными людьми, игроками, не нашими любимыми-нелюбимыми разработчиками. Посмотрите на эту карту. Что же она вам напоминает? Это, наверное, единственный DLC после Рагнарка, который я ожидаю. Не Генезис, не Генезис 2, который полностью ломает игру, а вот это. Посмотрите, какие пейзажи. Какую же карту напоминает вам The Lost Islands? В самом названии заключена эта самая карта. Напишите в комментариях. Ну да, это, конечно же, старый любимый Айланд. Или как его еще называют Исланд. Посмотрите, эти места. Горы, вода, деревья, паразаврики. Как же это сочно! Те самые джунгли, в которые ты боишься войти, потому что тебя может ухватить за задницу Раптер. Да, ребята, это DLC я действительно ожидаю. Я не очень люблю играть в карты мастерской, правда в Рагнарок я играл еще, когда она была доступна только там. Но эта карта очень ожидаема мной. Юлия Цена будет бесплатным дополнением к игре, то есть покупать его не нужно будет. Ну, на это и есть расчет, потому что многие игроки не хотят платить за повторяющиеся карты. Так как эта карта включает в себя и Айланд, и Рагнарек, и вот такие вот карты наподобие Центра. Посмотрите, какие замки, горы, я просто не могу, я ожидаю эту игру. Потому что здесь будет протекать самое лучшее бомжевыживание. Да потому что это ностальгия, ребята! Вспомните, как мы выживали на Айланде, вспомните, как мы боялись уйти с берега. Потому что если ты зайдешь в джунгли, там тебя съест какой-нибудь Карна, Рекс, ну или войти резинка схватит за попку. Как вы уже поняли, по моим предыдущим роликам, то что Генезис 2 мне абсолютно не зашел. И я терпеть не могу эту карту, потому что Арк является одной из моих любимых игр. Ну, вдобавок ко всему еще и нелюбимых, но все равно я же в нее играю, играю для вас, делаю для вас контент. И Генезис 2 это просто та карта, которая поломала игровые моменты в Арке. Да это ужас. Когда вышел Рагнарек, я был очень рад. Я с Айланда в первую очередь пулей перепрыгнул туда. Построил себе хижину и побежал за грифонами, потому что дополнение действительно было в тему. В тему выживаний. Да-да, я понимаю, что Арк это игра не про динозавров, а про современные совершенные какие-то технологии, инопланетные и тому подобное. Но у любого выживальщика заложено именно то, что это игра про динозавров. И это не убрать, понимаете? У меня 6000 часов в игре, я все равно буду ассоциировать ее только динозаврами. Перед вами вот новый Дина, который будет добавлен на эту карту. Я пока еще не разобрался, что он будет делать, с этим мы разберемся с вами попозже. Всего будет три новых динозавра на этой карте. Одно уже как бы анонсировано, одно неизвестно, а третье будет выбираться случайным голосованием. В общем, то, что ребятам понравится, то и будет добавлено. Там можно выбирать свои варианты. То есть, например, ты составляешь резюме какого-нибудь динозавра, который жил, либо который вообще существовал когда-то. И добавляешь его на этот сайт с описанием, с картинками. И разработчики потом будут думать, брать его или не брать. Будет общее голосование для этого. Почему же я говорил про Рагнарог? Потому что Рагнарог является одной из моих любимых карт. Конечно же, Айленд идет на втором месте, а Экстиншн уже на третьем. Хоть Экстиншн и поломал немного механику арка для меня, но я внес все-таки список любимых карт. Потому что много, много там вещей, которые действительно, ну, западают, цепляют. Но последующее обновление, это Генезис 1, Генезис, это просто вещи, ломающие игру. К Генезису 1 я еще более-менее подпривык, но Генезис 2, с его сетями вот этими имбовыми, тейксетами мне просто не зашел. А эта карта будет, наверное, одной из моих любимых. Даже если она будет не такая крутая, как Рагнарог, и здесь не будет грифонов. Но второе почетное место она занять должна. Потому что это и есть, по сути, Айленд. Тот самый Айленд, у кого много раз больше. Да при том, он включает в себя многие моменты, например, из Рагнарога. Это вот эти древние постройки, скалы, каньоны и тому подобные вещи. Также здесь будет 3 новых динозавра. Я не знаю, какие они будут. Вдруг я поменяю свое мнение в ходе игры, потому что добавят коэндина, которая будет имбалансным. То есть нарушать законы арка, будет преисполнено каких-то сил. Ну, то есть играть, может быть, будет невозможно. Не знаю. Но пока что, покуда я не знаю, что это будут динозавры, мне очень хочется увидеть эту карту в действии. В принципе, мы можем поиграть с вами на этой карте в ПВЕ режиме. Потому что ПВП пока здесь не будет доступно, но в ПВЕ мы поиграть с вами сможем. Например, скачать карту в мастерской. Это до выхода в DLC. Если хотите, пишите в комментарии, я посмотрю, повыживаем мы здесь или нет. Но не знаю, я увидим ли мы новых динозавров, потому что этих динозавров добавляют уже разработчики. Сами разработчики на эту карту. А не тема до дела, которые занимались этой самой DLC. Когда мы разговаривали на тему Генеиса 2, что разработчики добавили эту карту для того, чтобы отнять желание играть у игроков в арк. Потому что выйдет арк 2, чтобы люди потянулись именно туда. Но они анонсировали это DLC. Они хотят переносить эту карту из мастерской напрямую в официальный арк. А эта карта, по моему мнению, будет очень крутой. Если здесь и правда будут и грифоны, и виверны. В принципе, я посмотрел уже на официальной странице этой карты. Она еще не заполнена практически, но там есть некоторые животные. И я там видел, что есть айс виверна. А если здесь будет ледяная виверна? В принципе, это как на Рагнарке. Вы помните? На Рагнарке впервые появились эти виверны. Там появились их гнездышки. Недалеко от Секвои. Ну, в самой Секвои в зиме. Так что это было весьма и весьма интересно. Рагнарук сам по себе охрененная карта. Если это хоть капельку будет на него похоже, это будет фурор. Вы знаете, что я Диеку. Я бомжевыживальщик. Я выживаю с болосом и дубинкой в руке. Но я не знаю, что мы будем делать на этой карте. Если я буду делать для вас бомжевыживание и новый контент в новом DLC, то мне придется, как всегда, использовать конфиги. Потому что я привык с ними играть. Но они убирают всю красоту. Они убирают тени, растения. Полностью карта становится голенькой. А я люблю эти красоты. Я люблю играть на Айленде и на Рагнарке именно со всеми текстурами. В высоком разрешении. Потому что это уже для души, для удовольствия. А ПВП подразумевает собой, даже пусть бомжи ПВП. Какое-то некое превосходство над противником. Чтобы я мог знать, где он. Потому что у большинства противников стоят конфиги. Если лягу в этой траве, которую сейчас вы видите на экране, он увидит меня, потому что у него этой травы не будет. Почему же я должен подвергать себя такому воздействию? Я тоже ставлю конфиги для того, чтобы я знал, где он будет прятаться. Понимаете? Ну, если мы с вами надумаем выживать в ПВЕ, я уберу конфиги, честно. И будем выживать в красивой, хорошей обстановке. Но наверняка многие из вас не видят меня как ПВЕ игрока. То есть, если я буду делать просто какой-то контент игровой. И буду выживать в ванильном, таком простом арке. Ведь я бомжевыживальщик. Я Диего. 6к часов. Или как я там говорил, что я очень крутой перец. Ай, ладно, ребят. Как говорится, говори, да не заговаривайся. Правильно? Поэтому пишите свое мнение в комментариях. Что же мы будем делать? Мы будем бомжи выживать в ПВП? Или мы будем играть в ПВЕ на этой карте? Ванильное выживание само по себе тоже интересно. Потому что это ностальгия. Ностальгия по тем временам, когда была одна единственная карта. Айленд. Если я не буду даже играть на этой карте до выхода, вы можете поиграть на ней сами. Для этого пишите тоже в комментарии. Если наберется много комментариев, желающих поиграть на этой карте, я добавлю ее в свою группу ВКонтакте. На которую, кстати, ссылочка в описании. Там вы можете по ней перейти и скачать ее в мастерской. Ну, и собственно, поиграть и решить для себя, будете ли вы ждать это DLC или нет. Ладно, друзья, огромное спасибо за просмотр этого видео. Согласны вы своим мнением или не согласны? Пишите об этом в комментариях. Все обсудим. С вами был, как всегда, Диего, а-ля Игорь Гуд. У помжи выживальщик. Всех люблю, обнимаю. Увидимся на новом видео. Пока-пока, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...